Сейчас мы его здесь у нас забираем, вау, это было легко. Всем привет, ребятки, с вами Слай, и добро пожаловать на перезагрузку моего канала, и давайте начнем. А три подписчика, оставших лайк, комментарий под этим роликом получат лицензию Майнкрафт. И я очень надеюсь, что заинтриговал вас в начале данного ролика, потому что в нем вас ожидает довольно серьезный разговор по поводу того, что вы сможете увидеть на моем канале в будущем. Ведь я очень хотел бы изменить его к лучшему, с текущего момента, ребятки, на моем канале будут выходить ролики по лицензионным серверам наподобие Хайфгикселя, с интересными новыми мини-играми. И как минимум два раза в неделю я буду радовать вас роликами именно по лицензионным серверам, вместе с различными бонусами в виде классных мини-игр, которые обычно вы не видели на ютубе. Ну и, конечно же, кроме того, что я буду играть на лицензии, я постараюсь, ребятки, разыгрывать лицензию между вами, чтобы вы также могли зайти на эти сервера и опробовать новые режимы, которые там уже появились. Тем временем мы собираем наших противников, ребятки, давайте быстренько забираем у нас вот этих обоих игроков. Забираем их, собираем здесь какие-либо яблочки, одеваемся в нормальную фуловую броню хотя бы, ребятки, вместе с нашим нагрудником. Ну и дальше уже можно будет спокойно пвпшить с нормальным оружием, которого у нас, кстати, все еще нет. Будем сражаться, видимо, каменным мечом. Но на хайписе есть очень много классных плюсов, которые мне очень нравятся в режиме Sky Wars, как минимум это то, что здесь никогда нет никаких макросов. А если они есть, то они встречаются очень и очень редко, потому что люди боятся за свои лицензии. В основном, ребятки, это, конечно же, касается у нас заграничных игроков, которые всегда аккуратно относятся к своему аккаунту, потому что они покупают его реально на официальном сайте за полную стоимость. Если же вам нужны дешевые аккаунты в описании, есть ссылочка на мой магазин лицензионных аккаунтов. Ну а сейчас, ребятки, не об этом. Я хотел бы поговорить о том, что на этом сервере у вас всегда есть баланс, и из-за этого мне он очень нравится. И даже независимо от того, что здесь есть очень топовые вещи, здесь все равно есть баланс между ними, который позволяет вам всегда находиться в какой-либо способ победить в вашей игре без использования каких-либо запрещенных программ. Забираем это игрокам. И сейчас, по-моему, ребятки, уже останемся у нас здесь один на один с нашим соперником. Итак, продолжаем наш разговор по поводу серверов и по поводу изменения моего канала. Ролики будут выходить два раза в неделю, они будут выходить по лицензии. В остальное время я буду снимать оставшиеся ролики, возможно, на моем уроде, возможно, также на хайпиксели. Все будет зависеть только от вашего актива и от вашего голосования, которое, ребятки, будет под этим роликом. Можете поставить дизлайк, если вам не понравились данные изменения, либо же поставить лайк, чтобы поддержать меня в стремлении улучшить мой канал. Ну и, конечно же, я также хотел бы обсудить у нас ресурспаки. Нравится ли вам РП, ребятки? Обязательно напишите об этом в комментариях. Я уверен, что вы, конечно же, будете голосовать у нас именно за них. И пока мы ищем последнего соперника, а он все еще прячется у нас где-то на своем острове. Мы видим совсем скоро у нас увидим рефайл нашего центра. И, кстати, здесь нет мистика. Я вот только что очень хотел его взволтать. Я привык к тому, что у нас на Ваймурлде всегда есть мистика, но на хайпиксели я сейчас играю у нас впервые. И поэтому я забыл вообще о том, что же здесь у нас вообще отличается от Ваймика. На Ваймике у нас есть небольшой дисбаланс в связи с тем, что тот, кто лутает центр, обычно выигрывает любую каточку. Здесь же не так, потому что здесь вы можете пройти по другим островам и вполне тоже залутать такие же ресурсы, скажем, после того же самого рефайла. Итак, ребят, ищем противника, и дальше продолжаем наш разговор по поводу обновления канала. Кроме этого, я постараюсь, конечно же, улучшить качество картинки при помощи плагина RSMB, который очень сильно повысит время рендера роликов. Но, в принципе, я уже не раз им пользовался, и я вам скажу, что картинка становится приятнее для глаза. Она будет немного размыта в движении, когда я буду делать такие вот резкие движения. Вы будете видеть приятное размытие на экране, и это, мне кажется, будет даже лучше выглядеть, чем те шейдеры, которые я использовал до этого. Итак, ищем соперников. И, кстати, еще один бонус того, что я снимаю без них, это FPS. Вы только посмотрите на эти кадры в секунду. Они вообще никогда не падают, и независимо от того, как прогружаются чанки, FPS не меняются, и хоть я их и залочил, но все равно они никогда не приседают ниже 60. Это очень классный бонус, который наверняка порадовал бы абсолютно всех моих подписчиков в моих роликах, потому что раньше с шейдерами были пролагивания, скажем, при прогрузке каких-либо карт, либо же просто в эпичных схватках с нашими соперниками. Итак, ребят, мы оставимся тем временем один на один с этим игроком, ну и давайте постараемся здесь у нас сейчас его забрать при помощи нашего эндерперла. Итак, я только что чуть не упал. Ой, реально упал. Ладно, ребятки, забираем нашего соперника. Тем временем мы у нас используем несколько яблочко, я просто его съел по фану, потому что этот игрок у нас точно уже здесь не выиграет, ну и, собственно, сейчас сольется, ребятки, вместе со своими вещами, тем более, что это какая-то девочка. Отличненько. Так, продолжаем нашу игру и отправляемся в еще одну катку. И вторую нашу игру мы проведем уже на другой карте, которая полностью отличается по своему стилю, ну и, конечно же, по цели данной игры, потому что на ней мы будем захватывать у нас не центр, а общую дорожку, к которой добраться будет гораздо проще для каждого игрока. И поэтому мне кажется, что игры на лицензионных серверах просто разнообразит немного мой контент, добавив новые фишки в наш Sky Wars, которые вы всегда видели на моем канале. Ну и, конечно же, я постараюсь играть в различные режимы, типа Bad Wars, Murder Mystery, ну и, возможно, какой-нибудь смейкин, на вообще неизвестном вам сервере, потому что вы о них все равно не знаете, а я хотел бы вам рассказать об этих классных режимах и помочь вам провести весело свой вечер. Тем временем мы ждем противников у нас на этой карте, которые, кстати, тоже наверняка, конечно, бегают по этому кругу. И даже радуют друг друга там у нас огоньком. Вот на Хайпикселе всегда есть классные вещи, которые можно собрать даже из обычного сундука, видите, здесь у нас есть такой алмазик, и сейчас мы его здесь у нас забираем. Вау, это было легко. Ладно, собираем тем временем, ребятки, его алмазку, он у нас реально был очень костный, и даже не съел сразу яблочко. Если бы он сейчас его съел, то, мне кажется, игра бы была немножечко насыщеннее. Ну, а тем временем мы улетаем здесь какие-либо вещи, и, по-моему, мы оделись у нас уже просто по максимуму среди этих вещей, которые нам оставил тот игрок. Собираем себе что-нибудь дополнительно. Так, нам бы сейчас лук найти, но лука у нас нормального нет, к сожалению. Вот реально он не всегда появляется, но если он попадается вам, то вы можете выигрывать очень легко. Продолжаем искать соперников, и, конечно же, ребятки, мы сейчас, думаю, уже и хотите, если он у нас найдем, порадуем нашим мечом, порадуем луком, ну и я сейчас вам покажу у нас как раз-таки все бонусы классной обработки в одно премьер про, которые я постараюсь добавить в свои ролики для того, чтобы сделать ролики насыщеннее, интереснее и эффектнее для своих любимых зрителей. Так, ждем соперников, ребятки. Где они у нас? Давайте, наверное, воспользуемся магией монтажа, и снова окажемся около противника. И вот я уже его здесь у нас вижу, он использует какое-то зелье, ну и, собственно, ребятки, обороняется только этими зельями. Это слишком подозрительно, но на хайпикселе бывают. И такие вот классные челленджи, которые здесь постоянно выполняют игроки. Мне всегда нравилось то, что здесь можно играть и с новой версией, и со старой версией, ну и параллельно выигрывать вообще без каких-либо проблем, с какими-либо новыми наборами, которые обычно используют крайне редко другие ваши соперники. Пока мы догоняем этим игрокам, мне кажется, стоит его пока что порадовать слуга. Кстати, он еще и воду разлил. Ой, какой же он молодец, ребят, у нас. Но вот единственная подробность, которую он только что не рассчитал, это то, что по кругу можно бежать гораздо быстрее, если держаться ближе к центру. Так, мы в итоге его обгоняем. Ну и, собственно, ребятки, добираемся нашего противника, у которого каким-то образом все-таки нашелся его меч. Окей, просто подстрелим его раз, слуга, давайте второй, третий, и в итоге мы по нему не попадаем, он все еще бежит от нас. Так, а когда будет рефайл? Стойте, ребятки, здесь должен быть рефайл вместе с эндерперлом. Я же не могу бегать за ним вечно. Мне кажется, мы рано или поздно сейчас найдем себе как минимум один хороший эндерперл, которого здесь у нас нет, но зато у нас есть компас. Хорошо, ребятки, будем хорошо ориентироваться, собираемся ботиночки, также дополнительно надеваемся в фуалмаску, и вот мы становимся топчиками, которые прямо сейчас детективным способом, ребятки, найдут своего соперника, и заберут у нас его при помощи меча. Все, победа, три удара, ребятки, нам потребуется для того, чтобы здесь выиграть этого противника, но и в итоге мы заканчиваем данную серию. Пишите то, что вы думаете о данных обновлениях на моем канале в комментариях, не забудьте оставить свой лайк, ну и конечно же подписочку, чтобы участвовать в конкурсе, ну и конечно же, также не пропускать мои ежедневные ролики в 10 часов утра на моем канале. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok